привет ребят сегодня у нас будет разбор игры подписчика но не обычный а прям супер особенный для подписчика с бусте я такое не часто делаю но у меня сейчас скоро уезжать поэтому наперед видео записываю потому что будет хорошей идеей записать вот именно такой формат обучения где весь человеком и на сети разбирать вместе с ним его игру на всех случаях такое сейчас не делаю разбираю реплеи только без вашего участия то есть вы скидываете разбираю но в любом случае вот сейчас будет так все приятного просмотра я залетаю дискорд здорово так у нас тут ты на байдене да хороший не короче это не мэйн как ты мог понять с чего я должен был понять но я писал что титану не не ну типа скажем так игра никак не говорит о том что ты тут не мэйн у тебя типа с обычная средняя статая все такое то есть типа то что писал это одно а то что короче не мог и сразу понять вот я об этом сказать так я подробил стримак так врачи с которым играл первая с ним как окей как он нашел если честно на фонт и позже мой чем с которым и хотел сыграть он только приехал с вахтой на фанпэй типа это чувак с фанпэй который за бабки в пати играет да ящи никого не был а самому играть новом амиф соло не минут минус рота марсе вид потому что раньше можно знаешь бустерская картах стратегия набирали в основном рамлет но марсе переделали сделали универсалом и спорта универсал я немного подровнял билд короче как мне показалось очень интересным собирать на марсе первым потом сашу я уже за серию атак под тезером очень много хилится вот бы сейчас плечики на эсэпо ну или может быть пуджас деках у ком подождите я же такой сервис как epic лут ребята дает возможность залатать эти предметы за прохождение в своем батл пассе также каждый пятнадцатый уровень вас будет ждать арканов и все это абсолютно бесплатно вместо привычных вам 300 рублей а еще у эпиков есть бесплатный режим treasure hunt сделаны тобой шаги сохраняться из-за них можно будет запармить мега сундуки в которых лежат халявные скины играть можно раз в час и даже на мобилке на сайте есть топ игроков те кто попали в топ-10 получают гарантированные скины чтобы подняться в топ нужно всего лишь открывать актуальные кейсы получать призы за победу в катакомбо и выполнять квесты в батл пас все крайне просто ссылку ты сможешь найти снизу также как и мой промокод на 15 процентов пополнения баланса и дополнительную попытку в мини игре мой билд на виспо через брусок да окей давай тогда как еще с цифрах ммр 5800 5800 отчет играешь на этом аки но именно в разбор с этого к потому что у меня игра за деньги одну игру нужно было хорошо сыграть и на меню такие игры за 20 именно с таким же билдом заканчиваются вопрос типа раз это будет объективно рассматривать игру если рейтинг не твой ты типа изначально же лучше шаришь чем люди против вот скажем так вопрос на вопрос на ты же сам играешь но я и не стараюсь так лучше как игроками не нужен еще разбор ну просто чушь ты посмотрел билд все вопросы ребят просто и сможешь не довериться он работает и сейчас разбор делом не только плюс после звоним все один на один или до день никто решать не будет расслабьте лите мешает что человек не не мешают ребята если хотите смотреть смотрите но типа на всякий случай не мешайте нам тоже вот ты здесь всегда качаешь на первом стоит 100 до просто кота берешь брусок можно попробовать поиграть через вершать на первом я просто обычно крону люблю брать и пути нормально до этого из минусов кашу и ближе потерял за это но принципе под башней под тангусом можно постоять марсис 3 прокачает вы можете стоять . вата нон-стоп но все время марсе берут 1 и под откидывание . и разбираешься отлично чопа закупа планируешь в этой игре вот тут именно вот ты сейчас вот в этой игре еще не знаешь результата не знаешь как враги играют и у тебя планы вот чтобы еще один брусок и нихуя себе это придумал да это работает я сам охуел работает но мы обычно вот это чего не стал макси 3 потому что они мало дома но обычно у меня на виске дохуя урона на 7 минут я просто перед очковую а если с тобой не . ну типа да на линии там один именно марс макси уйти перебили скажу так что ну враги прям точно не блистают скиллом по минимум потому что я уверен что за тебя чувак тоже больше ммр играет да и типа выдавать тела с большим ммр против кучи ребят который этого мр и тут чувствуется что ребята просто не могут оценить урон и не знаешь сколько вид захилишь потому что виск на это низкого рейтинге берется не час но я нет типа не то чтобы не осуждаю просто как минимум просто не объективно рассматриваю что в реальной игре все может быть совсем иначе я пытался бы дойти чтобы задана я думал что убегу потом может ну да была дар попытка да ладно лёх еще размен хороший вести купил ну stick на самом деле на эту линии так то я не фанат стика на виспе в линию где 0 мало кнопок но в целом я люблюсти какая-то потому что он грейдится еще и бросок ебанусь два бруска . 61 плюс 12 это сильно и подзвучит прикольно я просто не знаю что вот против фардара охуенно прибраться и но еще да со смыслом или этого прислуга почему тебе нравится опер чарса два и более поинтов с марсе а я по разному короче если много дальников и нас карась и мы просто чего вас то имя бы первый за типа у меня такая лодка чем чаще я бью тем больше я хилю мне кажется что в билде с марсом ты должен не пытаться играть через свою тычку а пытаться усилить марсе чтобы она могла бить бить она может практически всегда поэтому ей нужен мс и немножко урона от тебя как моем понимании эти раз качка должна быть 141 с последующим максом тизера я тебя будет раскачка 441 потому что оверчарж сам марсе ну типа только на линии плюс-минус нужен в 1 может быть максимум в 2 ведь она бьет почти всегда то в драках только под ультой ты резко бы что вот реально я посмотрю в этой игре ну по-моему ты вис марсе летаешь крайне редко без ульты марсе драться и все летишь она просто при файре туль и вы ульту деретесь улетаете поэтому для меня оверчарж много поинтов кажется юзлос это не тот кэри который зависит скорость атаки типа свена лун и сларка на олене у киев два поинта есть у тебя два бруска именно для себя ну щит окей просто если враги сейчас пойдут например там дум будет скипать пачки пытаться бегать веник пойдет джанглить и ты остаешься наедине с собой с оверчаржем 2 и с двумя брусками и в рейсбендом какие-то вы какой-то план на игру типа лестность не билдом бить не можешь хилить из этим билдом без марсе не можешь только с марсе можешь играть фармить и пока стать с марсе она бы и без тебя это делала то есть и по сути минус герой или как я начинаю видишь без сторон сомби нормальным публиксом стычку шарикам велел случай лучше просто я последнее время очень часто играли вспомнить через шары не всегда но и бывают игры где просто вот по кайф играть шарами тут же локи переделали до этого хватает и что более важно там зарядов больше стало и тебя всегда есть мана на шары благодаря локиту ты всегда себя просто спамишь и тебе не нужно не сурин не базилка ничего причем даже влад мир кстати хороший кстати в этой игре влад мир тоже неплох в обычной игре на весь вес не марсе вот любой другой герой обычно беру хедреску и там сразу блок сразу же хедреску а ты мой сборка открытая на б нажал как она тебя ну типа можете что-то не нравится или наоборот чем-то поспорить хочешь с одной стороны хедреска пушит линию с другой стороны очень приятно с ним стоит и потом сразу доносишь да нет вообще никого что хедреска собирается ты помнишь если вот не открывать вот этот прикол хедреска собирается либо в байп либо в мекку и оба этом а ебать какие дорогие и очень мало дают статов не просто статов а статов универсалу удается 0 статов универсалу тут дается 0 статов универсалу поэтому я покупают только когда мне нужен процентное сопротивление урону то есть в лейте ну например если урон 10000 то поглотить 2000 урона это много но если у тебя начало игры и скилл наносит 600 а ты убираешь от 600 150 это вроде не супер много но приятно но не супер много до эффект барьера пиздатый но его можно добиться даже банально этим глимером поэтому я предпочитаю вначале играть так чтобы у меня был лейт чтобы я в лейте мог купить и тараску и pipe возможно даже грифсы если нужно сбрасывать это бывает или где тебе нужно сбрасывать кнопки себя и грифсы пиздат смотрят и вот клейту это покупаю а вначале я беру все что дает статы два бруска я не осуждаю в этом в теории есть смысл стики я тоже одобряю но я бы игре дел в большие потому что ну опять базовая причина статы да я просто проще были играл с таким был дом где намажу стычки на виске больше чем у меня там парка с дезолятором тут ты знаешь а вот тоже такая вещь вот у тебя вроде . есть но ты ебанная стеклопушка на тебя же могут просто пиздануть ну буквально тебя виза шарик кликает ты же не можешь вытаскивать ответ марси может ли не если бьют меня меня марси подульта хиле окей в этом есть логика да в этом есть логика просто и лично у меня с марси таким был дом не было опыта я вот именно так не собирался я всегда играю когда с марси у меня раскачка повторюсь 141 где потом макс за тизер я даю марсе мс мы либо играем через юблю то есть через драки нон-стоп это что-то типа дисперсер башер бкб ну что то такое ну либо просто диффуза башер бкб даблинг но в приоритете мне нравится рецмарси с бфшкой потому что у тебя будут игры где как футболе враг даже враг даже который играет хуже тебя в моментах он на будете раскатывать по карте он будет бегать и ты не сможешь догнать и когда ты не может догнать врага лучше что можешь сделать это не отставать по фарму то есть пока он бегает он тратит время ты в этот момент чистишь бфшкой компы поэтому мне кажется что марси через бф просто стабильнее но понятно бывают игры вот как у тебя сейчас где ты идешь 302 у тебя марсе тоже огромная марсе 302 у тебя 213 вас пиздать еще нет ворс вас все крипы добиты у вас все хорошо у вас типа все пиздата тут я бы на самом деле в этой игре делал 100 процентов диффуза потому что путь с низким монополом дум с низким монополом морф страдает от того что у него по нему мы наберем визаж страдает от диффузов сто процентов ну типа сделал ход конем и потом увидишь окей ну и тогда я подумаю на самом деле если бы я в этой играл на тебе я бы точно хотел бы иметь что-то из клоки любой айтем из локи и помочь слэйр даже тоже ок но наверное я бы играл через локет глимер и гост гост сто процентов потому что визаж тебя все грубой тарабанить если ты будешь ошибаться и виз вообще лучшая цель для визажа поэтому ну посмотрим что не спорили за сторону вы супер фри фаром дум говнище и камбэк у него тут не предвидится путь от пичка 76 плюс 12 весьма здоровый он не макси третий да вот я заметил тоже вот такой тип одно не нас не перебивают мы на меня даже сидит сканаду я лучше вторых качаешь и прочь тут это к слову еще минус твои сборки она слишком зависит от билда союзника обычно вот мои союзникам я вот уже меня уже было бы в сторону но мята мы были на посчитать он не знаю ноги я просто смотрю я говорю что повторить именно нанести твои печки будет слажен тебе реально тяжело вот тут ладно стоит вы откинули и все но мне кажется шараби ты больше мог нанести и захилить больше мог бы почем ну это типа попытка хорошая я повторюсь мне кажется что ты бы мог больше захилить либо стизером в 3 либо убить быстрее врага шарами чтобы не давить под башню то есть только у перед очковываешь по идее вот этот . чувствуется рела зря он даст прикол свой а тут это нажать хорош это хорошим был я вас все ровно так же сделал нажал брела он бы сбил релы на втп вообще идеально причем если делаешь наоборот это менее опиздатно будет что тп собьют рела нажмешь вернешь на хорошего отеля решили фуза купить сам нихуя себе уж хорошего мне кажется что если в марте еще купила дефуза сразу да да я забыл про цену пленать прикольный ну типа ради притягивания мэйби ну дабл пички просто дабл пичка как будто бы минус стат вот вроде прикольно но есть одна минус на то которые 5 ты за линию разве чаку полка поэтому на план такой на линию до что доминировать или технические точки зрения на пятерки я был просто на виски и так на линию смарт я по факту то опусс дивайна первого дэк там немного нечестно да мы если это все честно нет если если заходишь в рейтинговую игру побеждая что все честно нечестно скулы паспу погони просто это же дал обучение именно вот его рассматривали другую вот такой ну блин чувак и поиграешь просто в москве врача шеи них вы просто не 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 вот это как раз таки за распространена ошибка мы с нашли когда играли вис плюс кто-либо я так не буду чаю играть она типа если заметьте так очень мало визаж наносит дамаджа из-за в рейсбанда я типа вот ну я я бы сам может быть и купил бы но не ранний потому что мне нравится как он раскрывается клейту вот а насчет дашки мы ей надо обучаю так чисто мы в пати играем я говорю вот тут на виске дело это тут это иногда очень теряется потому что виск требует много функций которые не требуют другие герои буквально ты играешь ну по карте то есть ты редко смотришь на героя у тебя героя снова как присоска бегает но если не через шары и ты смотришь куда рела нажать где стакнуть где враги и ты можешь сказать такой типа сап координатор что на самом деле очень часто даже сложнее чем просто какую если что надо делать я просто мух нажимаю на море и да это понятно это это факт да делу есть что уже года четыре это на диване знаешь когда это начало у меня бесить почему я начал то делать ты короче смотришь в драку нажимаешь и локейт у тебя тиммейт блять забыл карта тебя уже и ты такой ебать ты просто жмешь муфы и чисто чипсы открываешь ты вам закусываешь и кайфуешь на рела нажали вот это хорошему кстати для новичков на виспе ну и потом обратно да 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 ты жмешь рела смотришь сюда начало мышкой навести на карту оценить ситуацию жмешь рела а потом нажимаешь f1 ну или какая там у тебя кнопка пробел чтобы увидеть где ты тут за заметил не заметил меня довольно не стандартная как и камеру двигаю инверсии на колесико надо так играет кстати вот из про игроков как я микки смотрю а на вас поняешь в гоночке в гоночке и башен нормально вечно вот об этом игре все верчат в принципе не супер нужен марсе потому что она всегда жмет ультимы и ты его чашку для себя за счет до верча же для себя давай посмотрим количество тычек почелу ты нажимаешь верчаж 1 . урок 2 3 4 5 тычек 6 не то чтобы я уверен что это прям то родители стоит против 3 когда шарами можно здесь сейчас нанести больше дамы ну опять же я просто не люблю overcharge с героями так быстро скорость таки которым это не надо из таких работать только марсин только марси не требует врача любой любой итог боя итог боя випс ну 530 дамы же шары нанесли бы больше если не больше то быстрее и с меньшими усилиями с меньшим риском типа и я с повторюсь ты этот этими шарами ты можешь типа пока это делаешь крипов пробить зафармить ты можешь лесами фармить то есть ты можешь шарами у тебя есть опции на себя играть просто вот этот билд он типа вроде как звучит прикольно но опять же если бы ты играл на четверке виспе это было бы еще окей это можно было бы понять ну просто к на пятерке давай представим тебе место для этого ну я обычно виспе таская фласку ну окей ты не будешь таскать у тебя лежит тут айтем на вард смог даст ну типа 33 обязательных слота и у тебя типа уже один слот а если тебе например там ну что-то хотят передать нейтралку у тебя уже идут слотами пиздец проблемы есть а выпала нейтралка у тебя слота нет и пиздец замешкаешься я вот поэтому не люблю два два брейсера вб я пробовал короче раньше в спа у меня была в сборке эта тема я пробовал покупать две цирклетки вначале и короче так принимать решение нужно можно нужно мана нулик нужно хп броня нужно хп брейсер нужно броня в рейсбэн и типа если тебе ничего не нужно то оставляешь либо просто цирклетку либо гряди швырну но я потестил этот билд уже в огромном количестве игр и понял что вот эти ебаные подзалупные переходники по 500 голды они стоят просто вроде как чуть-чуть но в сумме блять это стоит косарь что такое косарь это половина холли локета это половина мекки больше половины мекки это почти solar ну типа тоже попал салара на третье это почти глимер то есть все эти переходники мешают тебе добраться добавор спайка да не смотрел это сна дизраптора разборка короче в один из моментов то видоса я объяснял суть power спайков ты прям знаешь это определение вот ты просто на виспе играя таким образом ты отдаляешь свой power спайки этот айтем он дает слишком малый power спайк чтобы покупать самый лучший power спайк для этого этого как мне кажется это очень редкая ситуация 25 минута я быстро она же еще он заметил да да вот раньше когда я играл просто ну когда еще собирался на каскадерских локит у меня был средний тайминг от 11 до 13 локит хороший а сейчас потом я начал собирать два бруска в рэзбэн ты все равно тайминг холли локит этом 13 было а окей вот в этом и трудность что у тебя когда ты покупаешь просто холли локит у тебя он всегда на 12 13 до раньше но кадра за вашу группу игру чувствуешь и может себе позволить или бруски взять и я повторюсь как я вижу покупку в рэзбэндов и брейсеров это у тебя игра плохая ты играешь что-то типа может быть в аппарата или просто вот очень хуёвую игру что тебя нету денег и у тебя 25 минута ты бегаешь 08 и тебе нужно здесь и сейчас укрепиться вот именно 25 минута у тебя плохая игра и у тебя принципе все в игре плохо тогда вот эти айтемы ты просто покупаешь и за 500 золота то получаешь 10 силы ловкости интеллекту урону или гн хп а вот в рэзбэнде еще вкуснее там 4 армора то есть 4 армора за 500 это по сути вот тоже самое вот это за 550 просто тут еще помимо этого получаешь и силу читы интеллект и ловкость которых тоже армор дает себя правильно помню и вот ну типа да это очень вкусно короче на 25 да ты планируешь в этой грязи фузами тыщиковать врагов правильно понимаю а именно ради замедления ты копил айтем за 2 700 до 500 нету силы замедление 4 секунды выжигания 40 маны затычку если мы посчитаем что 40 маны затычку ты делаешь среднем 6 ударов за релокейт будто бы это не то чтобы прям овер эффективно этом опять же знаешь бывают фри игры где ты можешь купить догон на виспайро хоть и это работает но просто в этой игре ой ебать марта сиянь ну тюки ведь а точка 106 плюс 30 но тарабан все время легендарную вещь сказал зачем на теки запокупать айтемы на дэмэдж если у героя просто не дано и играешь через минки просто вот и тут то же самое но понятие виспу поддям и числе ты не медовый ты сапик у тебя есть более важные функции для героя то есть вид же берется не для тычек хочешь тычки бери трэнта хочешь дальние тычки бери вилку ну или там кто там еще в даре бьет если есть герой именно для одного из для другого ты просто берешь виспо и не моряч что же тему такой рассказывал мол вот мы играли стример с батл я какую-то сборку сделал шизоидную мы в ебали отчасти из моей сборки сейчас уже вот если трезвое смотрю я думаю что помога моя вина была и вот владелин я уже после игры сказал когда уже все там остыли где но ты типа дохуя игры на виспе сыграл и у тебя вот на самая тема когда ты вроде как уже обычной сборкой настолько много отыграл что ты уже думаешь что пора что-то новое 10 потому что старая уже старая они потому что это плохо работает и это ошибка людей которые в чем-то супер нахуя шарят и очень много это дело вот это прям похоже кстати определение сколько если они есть какой-то не которым именно не который я могу сказать просто был один виз бля лично пока даже я паузу поставлю открою датабах покажите это запись ну если да не мешай пожалуйста значит весь посмотреть героя вот можно мутить вот и и и и и вот я все время был знаком щелом так рейтинг игроков у него в аватарка такая уебищная была всю жизнь может смотреть его по количеству игр кстати он походу перестал играть в общем почти всех топ виспов я знаю вот тут знал но микоширу бля это не микоширу это старые вот эти виспы там был висп у него была на аватарке свинья какая-то страшная не вижу его среди топа у него было сыграно но без пиздежа игр тысяч восемь он играл мид ты по-моему собрал еще юночка только старый время ну в старое время он играл там через армлет он играл через догон блэд мэйл он любил покупать сашу яшу санджу просто покупал ну такой специфичный чувак у него ранг был там 4.000 мэр а 4.000 мэр да да у него была тонна игр они не пришли бобби был я не помню какой-то такой вот он живем перестал играет но вот я с ним общался вот у нее такая же проблема была просто настолько духами спины играл что просто человек уже за ебало играть через мекк уже хочется про что-то новое и вот у тебя походу такая же тема ты просто еще играл на эспе что ты уже не знаешь как подрочить уже надоело из них 800 дефолтный момент заебываешь из таких висков которые много игр сыграли и до сих пор удерживаются с нормальной сборкой от старый бог я вот тоже вообще легенду второго бога кащет давно слышно знаешь ли просто я его знаю наверно со времен первого сурса это была просто легенда соло матчмейкинга был чувак на эспе старый бог которого все знали что он идет но никто его не видел никто его не знал ну то есть на моем круге общения все удельщик назад могу были сыграны он бы короче пропустил меня вперед у него нет ульты и откуда мы вообще марфанец мы получили качается ну все равно тут держать за моем мало смысла в принципе это такой еще блять ну типа в стиле гриш ты бежишь под башню ты чкуешься мне кажется что вис вообще для этого не приспособлен ты у него приросты типа ну что это у него брони мало хп мало ну то есть он так себе растет как герой его хп эффективно только она покупает сильно айтемы вот старого богата был такой чувак он типа башу либо шел на сапе ебал матчмейкинг и все и ну я у него прям очень хотел научиться играть еще когда у меня было тысяч 5 ммр но он типа низким не общался угорался всех а потом начал стримить на 100 зрилов мы с ним два гайда записали на виспа и я вот смотрю он сейчас уже на мид только играет ну типа вот из среди лучших виспов сапов наверное старый бог ну и типа вот ну без учета на меня без учет от всяких там прошликов старый бог вот своими был самый сильный и он всегда играл одним и тем же билдом вот прям вообще без преувеличения всегда блять то есть он что-то вот нашел идеальное и выдрачивал это пока не выше не вышел патч поэтому не надо каждый раз придумать что новое потому что возможно с большой вероятностью и шаришь на успе и тебе и так все стены уже открыто и тебе не надо что-то новое придумать не обязательно если скучно играть ты можешь попробовать но в этом очень мало смысла ты сделаешь коррекционных похоже я сам иногда тоже загорю идеи чем новое открыть но вот такая игра что все вначале патча открывают и очень редко что новое открывается прям очень редко то есть буквально ластоновый разор открывался до месяца два после патча как и вайпер это типа такое но это быстро очень пофиксилась медуза через шрау тоже открывалась в месяц наверное в основном практика показывает просто кайфу и играть вот этот прикольный момент что типа убиваешь марфа но с диффузами потому что видишь ты завел заточковал набил на явление у человека просто ноль маны он медленно перекачивается но тут неважно что ты купишь у тебя 12к перевес на 14 тут реально всем похуй хоть ты купи я не знаю это было забавно опасно было пилотерка перевес еще нас называть прикатка тут тебе как бы поебать заметить а логин было выжить будет тебя метла первое другое место релокей но было в пуль за лететь быстро пуль за думам дыбар ну в принципе в реал не такой плохой просто я не уверен что без ульпин марс и хочется ебашить ладно мы прилетели ее позиция вот видишь ты редкликаешь под т2 на 15 врага на виспе но это немножко блять не то что ты от виспа ждешь я в итоге просто башни ебашит чем башни боли барфа держи в курсе лак нет вещей на хил нет вещей на ауры нормально игре я бы локит купил ну да локит имбам опять же локит без шаров тоже такое мне не очень нравятся средние это очень нужны виспу но реально этот я после время даже плюсы не беру потому что и вот играешь ты игра средняя средняя и шарик прокачал что-то подкачался ну даже вот если раскачка 404 начал брать шары 13 левел их замаксил на 15 взял талант в одном хуяк в драке можешь 100 дамажа по сапу нанести вражескому это город 54 а шире в один берут чтобы скаутить кого-то в том они войны но это хуйня потому что я повторюсь плюсы не так много дают как 600 дамажа в драке шарами я просто тестил я тестил типа просто мы общались с виспами в один из них и вот он не тоже эту тему мы с ним спорили я тоже мне от рода так же как ты делал но мы посчитали вот это хуйня вот здесь короче не сыгранный такой постов что он повесил у меня все умер прилетел 4 он без по футбол ну это бываете по собой вот даже не сыграны это случается проблема даже не в папе а в том что у тебя общение сила по опыту он будет перебросе ну хуй знает я типа я не оцениваю вас в марсе настолько сильно как ты может быть он реально такой сильный от весел а под саши яши там где-то 500 хп засели ударов я не уверен ащите фузов потому что даже учитывает в этой тыщикой в драке это сам видел что как будто вы думаете пойбать 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ударов где фузами не стоит того хила который можно было дать смекой причем дефуза тебя дают 15 10 к статам локет тебе дает одной вещи плюс 6 что в принципе примерно 1 хуй стена при этом это всего лишь косарь и еще за рецепты получаешь хил то есть просто есть атомы которые удобно сидят не занимаются лот ну типа этого для виспо будет ближайшие минут семь чего нибудь ближайшие минут семь ничего не будет просто пару ну у тебя билд через дефуза ты хочешь его что как о марсе вроде саши яши ваша лишь вон на этой ползунок где момент вишки черточка об этом я на этой стрессе смотреть в реальной игре этого нет я досматривают матч формате реальной игры еще фишки знаешь весь марси именно что с марси ты делаешь то что на 15 мульти можно дрожжа вдвоем забить без ульты даже таким билдом армия работа это же марка и оточнить мост хэв шарт на марсе не только потому что вот ты прыгнул дорогу после 2 ты медленно подать ты хуйней он очень сильно тебя ускоряем пусть ты прыгнул ты последующий 550 не видел шар на марсе но я насчет чего хотел уточнить насчет терминтера ты поделись сказал что очень быстро убиваешь без проблем но ты полетишь на 20 на терминтера сразу же в целом если ты знаешь что там нету противников и про брали да да просто я всегда весь марсе на 20 летаем терминтера на 30 мяч и похуй где враги на 21 вот проблема свобил на вот небольшая проблема твой был дан слабая такая ну прям маленькая проблемка тебя просто раз кликают эти нихуя не может этим дизайна дожил дикуда сделал два удара умирать удар взял и он потому что билд хуйня ну да кстати наши думающие тоже тяжело играть потому что отключается я марси уверен что сказалось от на уровне заебала угоним хочу подкачаться и шеи побить в этой игре я бы не стал уходить на массу разуме на вас когда делать в ситуацию до про себя или цемку сбить и касту или какой-то d которого долгий каст астрала вопросу не успевает помидорки не успевает да в этом есть смысл я тоже не супер фанат быстро вагоним на марсе но нравится знаешь айтема который усиляет вытяжку проками мкб башер кристалли с mail штором мэйвис коде ну то есть все эти айтемы которые дают какой-то прок на тычку мне очень нравится на марсе ну и плюс бф люблю потому что я считаю что марсе без бф если игра пойдет плохо потеряется вот реально вот приходит скрин делаю гд героя блять по сборке что-то за жуть попадешь в интермента заколил ему посигналил хорош без ульты можно зарубить но баф на тебе есть нужно побить его у меня делится все бить или здесь я не знаю брону по моему это даже учитывая что у тебя вот эти два бруска я их не ощущаю может быть на линии ты типа больше ну да ну до 25 ты не купил там что это еще этом который мог бы за эти покажешь и не будучи мягко будет нормально да да это был бог рошан идем до сносим все внешки доме нас идем на если по учебнику прям все идет не без на марсе не самый эффективный к слову но у вас некого брать вот я открою чего еще перед скорбай начнется я короче перед поэтому уже заранее такой ну сейчас марси должен наверное бить просто хг если пульс ухнет скорее всего по т4 я должен буду вести его скажем так такую обозначил себя и так и сделал поэтому это была ошибка но это звучит как ошибка потому что путь который стран квилами особую угрозу не представляет и в реальной игре у тебя было бы мега скорее всего и ты бы смекой чела перехилил если вам не дум не то ли но если у него дают дум то после эгэсон и и рвет жопу прочитал себя перейдем да да идея хорошая но не данной ситуации если и ракет делать когда его кукают они на базу точно я еще и на базу блин не на базу только вот то есть ты бьешь вот тут и жмешь сюда ареала все просто не буду на ноги себе круче хипс на бывает я в этом месте ботал купил бы он приехал и спаг с батон нажал бы до дашку нужный момент там 0 диспеллафа врагам у дома же нету до дома нету но вы мечтай дума понятно но не будет думать в дд егэс богу даже моя ошибка не сыграла потому что уже слишком огромный к нему слава и боже мой москвы пассивный логин у тебя что он не очень нравится но это косяк да это косяк и проверил тизер типа это прям плохо то есть нажал орела в момент когда у тебя уже не было тизера бог вот ведь опять секунд должен понимать что ты ну даже было тизер сначала посмотреть оборот на артериала нажимаетесь ну бывает меня такого да ну же не бывает но как говорится чуть больше вас играть и такой у тебя тоже будет 20 как то что у тебя долго хранились ему важных за драку нажать не очень круто но в целом похуй вас шейгер с невдавленной ваша будет интерес для брюк что у нас 23 армора 2000 хп пичка 200 вроде больно а вроде ты блять бить не можешь то есть интимы доча попу всем от вытачку серьезно 2x5 у него скоро ульт у него уже есть такой же веке жопаем сейчас вот меня бьют что-то у меня выхилили не такой момент короче будет момент у меня прям все фокусе просто и никого меня перебить не может я просто бегу короче в реальной игре с меккой это было бы намного легче играть чем вот слушай прикольно что выживаешь но я повторюсь диффуза я считаю юзл сайтом и в этой игре в принципе я бы мог понять игры диффузов дисперсировал эти в теории чтобы ускорять себя соответственно ускорять марси соответственно ускорять себя чтобы диспелить говнище с нее типа геля или там может быть из инфернал блейда или замедление визажа но а в рейдж диффуза кал я повторюсь слишком легкая котелла чтобы делать эффективные выводы сборки но мне типа не нравится вот это мне вот это не нравится я раньше играл так мне не понравилось я перестал так играть лучшее что я придумал это вот мы не придумала что я к чему я пришел я это не придумал что у тебя есть два бисовых айтема с первых денег которые нужно купить самых лучших в игре которые ты их никогда не поменяешь даже против аппарата их покупать можно потому что ульта не вечный соответственно потом я очень люблю соло просто потому что этот айтем слишком духуя дает свои деньги но в этой гребе не стал покупать в этой игре я купил бы точно pipe и скорее всего вышел бы либо мяч лэйр либо глебет очень нужна магическая защита тут ну и понятно гост обязателен тут я на сборку добавить его гост обязателен тут без госта играть невозможно просто кончить это крючок долгое время мужа и пошел секунду я хочу смотреть катал уже потом это типа да ты можешь . вать я думки ближе залетел но в марсе не залетел потому что в марсе не залетел не может не за хвощи да он с башера башером бана марси по-моему конечно окей чё ты говорил короче такой я на саппорте мне короче бесился на артефакт нули файр очень долго я не стал кого контрить вот я купил вначале начало гост купил себе потом глиммер думаю еще форстав человек заебавшим человек просто едает нули файр ничего не работает вот как его контрить но во первых нули файр если покупают то это не нихуя не ранний айтем его покупают минуте 40 плюс я не видел нули файров не на рике и клингзе которые покупаются там до сороковой во вторых если чем покупает нули файр и кидает его в тебя то он не кидает его в твоего кора и нули файр отключает только бафы ну то есть активные бафы соответственно вот и форставаться не может да но соответственно снимаю да но ты можешь купить армор соответственно если ты играешь против форстава и у тебя игра на каком-нибудь виспе то лучше что может сделать это купить в резбент и попробовать пережить это в резбент мека и топ хп тараска не шива плотмейл то есть плотмейла делается еще лотус бтв лотусом если ты зарефлектишь во вебало нулик назад то вообще конечная будет для чего короче нулик слишком дорогой этом чтобы думать что он имбовый если бы он стоил на косарь меньше я бы с тобой согласился но просто этот айтем на свои деньги дает только снимание бафов и урон ну типа для айтема в доте скажем так есть айтема поинтереснее который точно хочешь купить и как по мне нури файр не то чтобы прям самый бывай там дать урон броня реген хп за 4 300 причем покупается он ну ладно это хорошая там определенно дохуя демоджа броня снимать но в тебя его не кинут если кину то ну радуйся начни кинуть союзника он короче один чел подсказал это реально работает лотара собираешь просто на саппорт вряд ли учел у нас любой минуте будет слот поддаст в этом есть идея кстати в это прикольно звучит а то я чего бы еще сделал я бы блудмилл пизданул потому что почти каждый герой доте который покупает или файр имеет маленький хэпа пул он как такая не видим невидимая стеклопушка который хочет убить и выйти да кстати без тбм в реакциях во время то он плейбала минимум теряют я так раньше делал кстати даже на моей не делал и это очень часто работало вот по сборке твоим если ты хотел услышать могу сказать что мне не понравилось самое это делать не буду мы я считаю что моя сборка базовая намного практичнее потому что я считаю что эффективные сборки определяется тем насколько она универсальна насколько каждой игре она может подойти и сборка ну возможно на рот или было опять же если бы я играл не по ровку серьезно я бы собрал все то же самое только методик было бы сначала блокит а потом уже посчитаться если хило хватает то миг я бы не стал брать клубы глимер гост ситуации это много герой короче если прям нужен хил-хил я бы мягко еще добрал окей ну я до сих пор читаю кстати не увидел тебя гранаты за линию хотя гранаты вроде как эмбану виспе у тебя у героя нет замедления кроме тизера и такое себе и нету стана и ты можешь набрать себя как хп которая будет повышать твой хил то есть ты нажимаешь оверчарж и она хилит тебя от макс хп повышая макс хп ты повышаешь хил поэтому граната это пиздата стик это пиздата локет это пиздата мека пиздата а дальше идет выбор из миллиона вариаций я там еще добавил бы больше но я сделал сборку очень лаконичный чтобы каждый чувак который играет мог бы в два клика просто не думать особо то есть он в игре увидел айтем который нравится кликнул забил хуй но вообще там айтемов вот буквально если вот открыть базу знаний предметы вот это все то есть реально может подойти каждый предмет том 4 диффуза но я не указал повторюсь потому что просто проще делать выбор я выбрал самые сильные кстати если я ошибаюсь если кинуть нулик до прока диска то нулик спадет спадает на моментально слетают эффект от риона а но это нормально это вообще даже прекрасно по моему я понял прикольно защитить то есть обычно сначала знаешь удивясь он диск тонн нажмет после ты нажмешь еще и blood mail короче ты не должен думать что в тебя именно прорезет нулик и именно тебя будет бить если так всегда играть то ты должен вообще на висп опять сейф айтемов покупать потому что ну блять на практике ты на виспе стоишь в три пизды в два экрана ждешь пока союзника откроются если там не думали аппарата и спокойно с кустов жмешь мекку локет шары overcharge solar и типа стоишь просто делаешь свою функцию иногда вывозишь просто там нужно смотреть на функционал игры то есть что ты можешь сделать на виспе но с диффузами ты максимум может тачковать а когда на виспе тачкуешь перевелишь позицию соответственно видишь да еще не виделся ни одной капли за игру ни одной фласки ни одного фэрифайра а это очень важный айтемы для виспа потому что ты умножай их на два всегда и все вот это жмешь на союзника тоже это нет но вот это да вот интересно почему да если у тебя вот вопрос не спрашивать и не опять же повторюсь не пытайся экспериментировать сборками играй ok нет то есть экспериментировать но просто не делай выводы нам основываясь на маленькой выборке что твои выводы по поводу качественности сборки актуальны и правильно все парни давайте bb я пошел записывать удачи